8-1, травме конец. А как хиджал попасть на низких уровнях? Не надо говорить сколько голды это приносило в сентябре, говори количество травы и руды за час. А мы уже сами посчитаем сколько это сейчас стоит. Почему у тебя ковер на стене? Это же не пол! Блад Олэнс, зашквар! В Назмире вывел два маунда с два часа. Изи токен. Я тебе поставлю лайк. Всем привет дорогие друзья, с вами Вилноу. И я нашел новый мощный спот фарма, на котором сегодня я пофармил. Вот это время как раз таки ровно столько, сколько сделать этот круговой маршрутик ушло. То есть этот спот не предполагает использование World Quest List или вообще кросс сервинга. То есть вы можете просто по кругу бегать и фармить, потому что трава возобновляется каждый раз, когда вы прибегаете к старту. Вот буквально у меня она уже возобновилась, когда я сюда прибежал уже второй раз. Как видите на карте тут полным-полно. Это мультиспот. На этом споте можно фармить тонны руды. Как видите, вот сколько у меня всего вышло. Также здесь теоретически должно выйти гораздо больше речного гороха, чем вышло у меня. Потому что когда я в первый раз пробегался, чтобы просто посмотреть, что за маршрут, исследовал, там кустов 15 было по всему пути. И куда-то в этот раз они исчезли, видимо собрали. Но пыльцы, как было много, так и осталось. Что вам нужно для этого фарма? Вам, естественно, нужно зачарить себе перчаточки, зандаларское или култировское травничество. В моем случае это горное дело, потому что это урен. А урены быстрее собирают травку сами по себе. Но если вы не таурен, зачарьте себе травничество, потому что это первая основа, естественно. И, соответственно, пейте зелье огненная вода новолуния. На аукционе она продается. Покупаете, вы будете быстро и руду, и траву собирать. Поэтому здесь желательно быть рудотравником. Потому что, как видите, половина, грубо говоря, суммы это трава. И половина суммы это, опять же таки, руда. Как видите, здесь якорь трава тоже падает в том числе. То есть два дорогих довольно-таки травничества находятся. Речной горов плюс пыльца сирены. Но морской стебель тоже приятный, естественно. И, соответственно, здесь падает якорь трава. Но я ее не учитывал в эту самую цифру у Голдфарма. И, соответственно, здесь очень много падает руды. Что очень вкусно. Вот он мой результат. Специально я, видите, разместил. Что вам еще понадобится? Если вы не танк, у вас нет танка специализации, возьмите конский доспех из шорошавой кожи. Он не позволяет спешить вас, когда вас бьют мобы. Потому что мобы будут встречаться на пути. Если вы еще не взяли Battle for Azeroth's первооткрывателя, который дает вам 20% скорости, то возьмите укрепленный манилитом подковы и бегайте быстрее. Я фармил без всего этого. Если бы наверняка с ними фармил, то было бы ровно 10 минут этот круг сделать. И, соответственно, укрепленный манилитом стремена. Если же у вас какие-то там, опять же, нету небесного голема. Или вы не друид, чтобы не спешиваться, снимать с любого маунта травку собирать. С горного дела придется все равно спешиться в любом случае. Это, конечно, проблема, если вы не друид танк. Потому что у друида танка крутая способность в PvP варианте. С PvP-обилками, с режимом войны, стремительно с Малорна. То есть, когда вы выходите из своего облика походного и на вас висит бой, когда вы снова в него входите, вы также 100% скоростью бегаете. То есть, идеально для сбора травы и руды. То есть, руду собрал, на тебя хоть и спулились мобы, ты все равно побежал дальше, потому что у тебя точно такая же быстрая 100% увеличение скорости. Как будто ты на маунте сидишь. И это прям шикарно, очевидно. Где же находится этот спот? Вот, что самое тоже важное. Находится спот этот в Тирогардском поморье, в Култиросе, в Тирогардском поморье. Начинается старт его, в принципе, с любой точки. Но я люблю начинать отсюда, этот голд фарм. То есть, как вы должны бежать. То есть, на профи вы увидите, да, как правильно бежать здесь, как я бежал. Вот, вы увидите, да. Но я вам покажу просто на карте для начала. То есть, я бежал отсюда. И вот так вот я прям бежал, 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 по дорожке бежал, спустился. И тут я уже бежал по воде. Вот с этого момента я уже бежал по воде, но ближе к вот этому краю. Потому что здесь много пыльцы сирены растет. А здесь тоже, между прочим, неплохо растет пыльцы сирены. Так что, можно, что ближе к краю, что к этому. Сами почувствуете, как бежать правильно. Но бежите, в общем-то, по реке. Потому что там, опять же, глубокая относительно река. И вы будете плыть. Не получится бежать прям по центру. Бежите, фармите, все на своем пути. Вот можете сюда забежать. Потому что здесь бывает огромный прям пак пыльцы сирены и руды. После чего спускаетесь, опять же, по всему вот этому пути. По всем вот этим вот водам. Находится у нас речной горох. Но, как видите, у меня его не прокнуло. Просто не прокнуло. Хотя было много. Когда я первоначально смотрел спот. Его было 15 кустов. А тут, как видите, только один или два куста я залутал. За все это, за одну пробежку. И капец, конечно. Ну, в общем, бежите вот так. Уже огибаете мой голдфарм. Который я уже писал в этом месте. То есть, вот так вот сбегаете. И вот сюда тоже фармите вот этот пятачок. После чего, опять же, там куча пыльцы. Спрыгиваете вот сюда вниз по дорожке. Фармите здесь вот морской стебель. Плюс руда. Плюс якорь травы здесь много. Тут тоже якорь трава растет, соответственно, от гороха. Вырыхшая. То есть, вот так вот этот вот спотик фармите. Грубо говоря, вот так вот бежите. И забегаете вот на этот пятачок. Здесь тоже куча руды и пыльцы сирены растет. После чего уже спускаетесь опять снова на воду. И возвращаетесь. То есть, бежите вот так через этот поместье. Здесь эти буквы. Бежите. И снова вот сюда наверх забегаете. Как я сказал, на видео увидите, как забежать наверх. И возвращаете к своему месту. Вкус в том, что вы начинаете фармить вот здесь. То есть, здесь собираете все хорошо. Бежите. А возвращаетесь вы, соответственно, через вон тот мостик. Вон тот, да. То есть, вы бегаете вон туда. Грубо говоря, да. По направлению. А возвращаетесь через этот мостик. И там вот куча опять же руды. Все три чатного гороха. И то есть, это в любом случае даже идеальный профит. И когда вы возвращаетесь. То есть, этот пробег длится 10 минут. Вы возвращаетесь сюда. Как бы можете бежать заново. Без всякого кроссервинга. Потому что трава уже должна была бы резнуться. Потому что рез у нее около 3 минут. А тут вы целые 10 минут бежите. Поэтому, я думаю, вы понимаете, что трава будет возвращаться. Естественно, здесь есть вот всякие там типа пещерки. В них не надо забегать. Просто будете терять время. Очевидно. А так, это очень топовый голд фарм. И я крайне его советую. 35 тысяч голды на моем сервере. За счет таких вот цен. Вкусненьких цен. Мощных. Якорь травы не считал. Ну, теоретически от 30 до 40 тысяч на любом другом сервере выйдет голд фарм. Это за 10 минут, повторяю. То есть, это можно смело умножить на 6. И получить наш результат. И это, ребята, довольно-таки мощно. На мой взгляд. Это, наверное, сейчас топ-1 голд фарм. Потому что реально много приносит. Посмотрим, какие еще можно будет интересные места найти в дальнейшем. А я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставите лайк. Подпишитесь на канал, если не подписались. Расскажите всем своим друзьям в этом споте. И пойдете вместе с ними фармить. Не надо с ними фармить. Они будут забирать вашу траву. Но, в принципе, можно. Можно, в принципе, и втроем. Это неплохо. Если вдруг какая-то трава там не появляется, скоро сервитесь. Но это маловероятно. Потому что, опять же, слишком большой круг. И, соответственно, на этом кругу очень много интересных вкусняшек. Обязательно приходите на стримы с 18 до 22. И расскажите о своих результатах на этом голд фарме. И, естественно, максимально много на фармите. Загинайте мне. Жуау! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!